Лучшее в стране 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 о том, что должно остаться после художника, и поэтому уникальность представленной коллекции, представленного материала, она увеличивается еще и этим фактором. Помимо всего прочего, Дейнека – один из основных русских художников 20 века. Если он не так широко известен сегодня, но Александр Дейнека – это один из тех людей, которые создавали русское искусство на протяжении, ну, приблизительно с середины 20-х годов. И главный период его творчества приходится на Сталинские, на 30-е годы, но после войны, военный период – это особый аспект творчества Александра Дейнека, который, безусловно, является иллюстрацией и наиболее признанным, наверное, образом войны его создал Дейнека. Достаточно сказать, что если вы откроете учебник по истории школьной, то большинство иллюстраций в нем будут кистью Дейнеки. И, как мне кажется, возможность посмотреть, как это все сделалось, как это создавалось, как он думал – это возможность абсолютно уникальная, не так часто предоставляемая. Еще и потому, что графика плохо хранится, это же бумага. Да, там есть особенности очень. Это бумага, ее редко показывают, потому что каждый показ – это травма для листа, и потом он должен достаточно продолжительное время вылеживаться у реставраторов, поэтому эта возможность очень редкая. Что касается экспонатов, которые представлены, а именно от тех самых графических работ, как раз-таки большая часть графики была взята в галерее «Диалог», правильно я все понимаю? Да, какая-то часть из музея Пушкина, какие-то еще источники помогали для формирования? Ну, музей Пушкина и Третьяковской галереи, которые предоставили нам три работы, это не графика, это, ну, в Пушкинском музее одна работа смешанная техника, вторая работа Третьяковка смешанная техника, и плюс огромное масло из Третьяковской галереи, огромное масло. Я бы хотел Елизавету Станиславу дополнить по поводу... Это, во-первых, семейные, это часть семейного архива, которая нашей галереи досталась там несколько лет назад, и здесь в чем, в моем понимании, еще важность этой всей истории, потому что хронологически есть вещи от детских совершенно рисунков, там, трех-пяти лет, там, непонятно какого возраста ребенка, когда Энеки, уже тогда он их и подписывал, и там, кому-то уже посвящал, и буквально там до конца, уже до Брежневской эпохи, то есть до конца, собственно говоря, своего творческого... Это можно предположить, что тысячи работ представлены на выставке? Нет, сотни, сотни! Около двухста работ у нас на выставке. Было бы хорошо тысячу, но взять их, к сожалению, негде, поэтому... И тысячи графики, тысячи листов графики, это все-таки уже такой достаточно специфический контент, который... Ну и они, часть работ были опубликованы в каких-то изданиях, которые были до этого и в советское время, и уже постсоветское время, но в таком объеме не выставлялись графика ни разу. Насколько я... Да, для нас этот проект интересен во многих аспектах. Прежде всего, как я уже сказал, Дейнека крупнейший художник советской эпохи, один из крупнейших художников XX века. А во-вторых, Дейнека оказал огромное влияние на развитие архитектурного процесса в стране. Парадокс в том, что ему не очень везло, как художнику-монументалисту, как художнику, оформлявшему различные сооружения. В частности, можно вспомнить невезение его, связанное с метро. Дейнека в метро — это две станции. Это станция метро... Маяковска. Маяковска, где архитектор его просто спрятал так, что его не видно. Для того, чтобы увидеть его мозаики, сделанные по его эскизам, надо подойти ей и задрать голову в каждый окулюс. А вторая история, еще более трагичная — это мозаики, сделанные для станции метро «Донбасская», ныне Павелецкая, которые должны были иллюстрировать счастливую мирную жизнь донбасских рабочих, и которые из-за начала войны не были закончены. Эти мозаики собирались мозаичистом, фамилия которой была Фролов, это представитель русской мозаичной школы, которая возобновляется, точнее, Михаилом Васильевичем Ломоносовым. И в блокадном Ленинграде Фролов собирал мозаики для станции метро «Павелецкая». Их собрал, после этого он скончался от голода, их эвакуировали в Москву и спрятали. Из 11 мозаик, которые нарисовал Дейнек и сделал Фролов, после войны были найдены 7. И сейчас они вмонтированы в станцию метро «Новокузнецкая», в потолок самой станции, потолок павильона. И это такая полутрагичная история, потому что, конечно, в итоге Павелецкую построили, но она лишилась этого убранства, и она совершенно другая по настроению, чем предполагалось до войны. И это как раз история о том, как искусство иногда, вопреки всему, находит какие-то прорывы. Дейнека считал, что ему в метро не везло, и он был прав, ему правда не везло. Но в метро не везло, но есть и очень успешная работа, есть и награды, даже где-то в Нью-Йорке полученные, если я не ошибаюсь. Дейнека активно и много работал с архитектурой. Он, в частности, оформлял два павильона советских на международных выставках в Париже в 1937 и в Нью-Йорке в 1939 году, за что получал премии. И это было отмечено критикой зарубежной. Помимо всего прочего, Дейнека работал на ВДНХ, тогда всероссийской, всесоюзной выставке достижения народного хозяйства. И, в общем, сказать, что он совсем неудачник, нельзя. Ну, в общем, да, потому что и награды имеются государственного масштаба. А если учитывать размеры работ Дейнеки, то он, конечно, художник-монументалист. Это не маленькие станковые вещи, у него есть всякие вещи, но он всё-таки больше известен как художник большого жанра, большого формата. Вот это вот есть тот самый большой стиль советской эпохи, представителем которого Дейнека является, пожалуй, в наибольшей степени. А вот фойе Дворца съездов в Московском Кремле, мозаика для фойектового зала МГУ. Это на сегодняшний день сохранилось? Это можно увидеть? Ну, в МГУ, конечно, сохранились эти каменные, каменные... Система декорации МГУ, да, она целая на скорбь. Что касается Московского Кремля, проект, который начинался в одну эпоху, заканчивался в другую эпоху, существует в третью эпоху, переживал несколько раз ремонты довольно обширные, полные, и там сложно сказать, в какой степени то, что планировалось Дейнеки, да, сохранилось. Друзья, у нас прям коротенькая пауза, оставайтесь обязательно с нами, после чего мы продолжим общаться с гостями. Лучшее в стране Продолжается программа, друзья, мы сегодня с вами говорим о выставке выдающегося советского художника Александра Дейнеки, «Контуры глобальной эпохи», которую до 13 ноября мы с вами можем посетить в Государственном музее архитектуры. И у нас сегодня в гостях Елизавета Лихачева, искусствовед и директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, Михаил Прозоров, директор галереи «Диалог-куратор» и организатор выставки. И, кстати, в фонду галереи находится как раз большая часть графики Александра Дейнеки. И саккуратор выставки у нас сегодня Лидия Тарасова. Продолжаем наш разговор, и я очень хочу попросить сейчас наших операторов вывести на экраны небольшую видеоподборку. Что именно мы сейчас увидим на экран, конечно, попрошу у наших гостей прокомментировать. Я так понимаю, что это часть работ, которую как раз также можно увидеть, посетив выставку. Я бы поправила не советского художника, а русского художника советского периода. Это важно, потому что советское искусство не явилось чем-то свалившимся на нас с неба. Оно явилось частью некой художественной традиции русской. Сейчас у нас пока на экранах идут заставки, но вот мы уже идем работать. Давайте я прокомментирую этот ролик, потому что это не только часть всей концепции, это на самом деле часть экспозиции, потому что этот ролик играет... Ну, мы понимаем, что мы в современном мире, и музей архитектуры — это достаточно современная институция. И просто повесить, вот развесить красиво, логично, правильно работы на стенах — это, наверное, уже недостаточно. И вот такая кураторская была находка, поскольку у нас эскизы, мы показываем кухню художника, мы показываем то, что, в принципе, вот вы задали вопрос, какой зритель, подготовленный, не подготовленный, отчасти все немножко неподготовленные, немножко все, за исключением профессионалов, они идут, ну, как-то на знакомого ДНК, на монументального ДНК, на такого вот уверенного. У нас эскизы, у нас поиск, у нас камерность. И здесь мы показываем этот поиск, и, ну, метод там современных технологий... Процесс создания практически. Мы как бы доводим вот этими новыми технологиями, новыми решениями... Пытаемся. Пытаемся. Как бы понятно, что мы видим вот начало, вот конец. И вот мы пытаемся вот этот путь проложить, потому что эта работа — это часть, на самом деле, большого видео такого арта, да, видеоролика, ролика, которая экспонируется в одном из центральных залов экспозиции на большом холсте, там около четырех метров, если я не ошибаюсь. То есть тут тоже, конечно, было... Ой, потрясающе. Спасибо музею архитектуры, потому что они все это помогли... Ну, вообще все это сделали, вообще все это реализовали, потому что, конечно, это вообще сам музей, это музей уже, да, архитектурный, все это достаточно непросто, но это грамотно, гармонично встроилось, и для людей, которые, может быть, на каком-то этапе, я не могу сказать, сдаются, да, в просмотре, но тем не менее где-то вот им нужен какой-то люфт, какая-то пауза, какая-то знакомая вот точка опоры, где они себя снова почувствуют уверенно и пойдут дальше. Мне кажется, что мы вот это предоставили им, немножечко вот втащили вот это все в такой современный контекст, да, и прокладывая некий такой маршрут. Ну, это очень интересно, вы большие молодцы. Я знаю, что во время выставки можно также и лекции послушать, которые тоже разным периодам посвящены, это же тоже очень важно. Конечно. Вообще современный выставочный проект, немыслим без дополнительной образовательной программы, связанной со многим количеством факторов, а уж такие мастера, как Дейнека, не просто достойно, необходимы в пояснениях современному зрителю. К сожалению, очень многие вещи, которые еще 30-40 лет назад считывались большинством населения, сейчас не считываются значительной частью ОНОВА. Фактически мы сталкиваемся с ситуацией, когда людям приходится объяснять, ну, какие-то вот с моей точки зрения элементарные вещи. Поколенческий разрыв, он есть, потому что он очевиден, и какие-то вещи приходится просто заново объяснять. Помимо всего прочего, Дейнека – великий художник. И хороший человек. Я очень хочу, чтобы вы повторили эти слова. Он хороший человек. Дейнека – хороший человек, что среди художников вообще-то редкость. И будучи великим художником, он является частью общемирового художественного процесса. К сожалению, это далеко не всем очевидно. Всем кажется, что советское искусство находилось в некой изоляции. Это вообще-то не так. Советское искусство никогда не находилось в абсолютной изоляции от мирового процесса, потому что искусство не может существовать в изоляции. И поэтому, если мы… и сам Дейнека, и его творчество являются результатом некого процесса развития, то есть некой эволюции. И в свою очередь его ученики, и то, что последовало за ним, это продолжение этого процесса. И одна из основных задач любого выставочного проекта – это проследить вот именно эту эволюцию, этот процесс. В том числе и при помощи лекций и образовательной программы. Для нас Дейнека и вообще этот проект явился таким своеобразным экспериментом. Это не первая выставка изобразительного искусства, которая, на первый взгляд, никакого отношения к архитектуре не имеет в стенах музея. Но, как мне кажется, архитектура – это искусство всеобъемлющее. Искусство, которое невозможно игнорировать. А Дейнека – это художник, которого невозможно игнорировать. И это то, что его роднит абсолютно с архитектурой. Поэтому нам было очень интересно, как он встанет, как он повиснет в этих залах, которые обычно привычно публикой воспринимаются как залы репрезентации истории русской архитектуры. Вот такая вот история. Дело в том, что у нас сегодня представлен еще потрясающий каталог «Контуры глобальной эпохи» Александр Дейнека, куратори как раз Михаил Прозоров, Лидия Тарасова, наши замечательные гости. Я бы хотела, чтобы вы, Михаил и Лев, может быть, Лидия, рассказали нам об этом замечательном каталоге. Но, друзья, это произойдет сразу же после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Друзья, мы с вами продолжаем говорить о выставке работ выдающегося художника Александра Дейнеки «Контуры глобальной эпохи», которую до 13 ноября мы с вами обязательно должны посетить в Государственном музее архитектуры. Я вот сейчас в своих руках держу каталог, о котором, конечно, попрошу рассказать, наверное, как раз кураторы, со-куратора выставки, Лидия, Михаил. Удивительная книга, во-первых, очень красивая, видно, что очень дорогая. Во-вторых, здесь есть и биография художника, и абсолютно уникальная работа. Вот просто центральный листочек мы видим, датированный 1924 годом. И эта работа тоже будет на выставке? Есть. Она уже есть. Есть. Это как раз из архива, скорее всего, семьи, наверное, о чём мы говорили. Ну, это тот период, когда Дейнек был командирован в Донбасс, когда он работал на журнал, ну, или сотрудничал с журналом «Безбожник у станка», и какой-то период, на какой-то период он был, туда его отправили, сделал огромное количество зарисовок, шахтёров, работников различных. И потом он, что интересно, он их потом воплощал как бы уже в печатную историю всю, то есть это было печатное издание. И следующим этапом была работа… Перед спуском в шахту? Перед спуском в шахту, когда он уже, собственно говоря, то, что было на бумаге, потом воплотил, перенёс на хокс. Перерабатывает, вот много раз додумывает, доживает этот сюжетник. Есть некая последовательность, видно, вот как от рисунка, от рисунка. Графика. Графика, да. Зачастую, вот в этот период это очень характерно. Но каталог, на самом деле, это… Серьёзно, дорогой, который прям хочется листать, листать, листать и изучать. Это очень важно, вот как сказала Елизавета Станисловна в кулуарах, что действительно выставка без каталога это, ну, как минимум неправильная выставка, это так быть не должно, потому что работы, которые попадают в музей, это уже некая институциализация, да, и работы, и они важны действительно для изучения, для понимания, для дальнейшего какой-то работы с материалом. И, конечно, работали очень долго, и большой командой согласовывали, меняли, но важно сказать, что каталог повторяет, поскольку выставка очень удачно легла на залы Анфилада Музея архитектуры, она очень правильно, географически ведёт своего зрителя от начала к уже завершению и жизненного, и творческого пути художника. И также идёт каталог. То есть вот здесь мы как-то подошли к этому вот с такой точки зрения. Работы все, которые выставки. Работы все, которые выставки. Абсолютно даже чуть-чуть больше, я бы сказала. Есть ещё такие вещи, как кружки, выпущенные специально посвящённые именно этой выставке. Может быть, что-то есть ещё, о чём мы не знаем, пока те, кто не посетил. Есть майки, например. Майки есть, слушайте, как это важно и интересно. На самом деле, сувенирная продукция... Елизавета, это тоже неотъемливый на сегодняшний день, вот в современном мире, наверное, да? Да, это неотъемлемая часть музейного пространства. На самом деле, просто современный зритель хочет всегда что-то унести с собой. Есть два варианта. Отколоть кусочек памятника или кусочек изображения с памятника. Можно взять в графику Дейнеки со стены, маленький листочек. Нет, ну это, конечно, страшный криминал. На самом деле, Дейнека же крайне интересный мастер. Мы сейчас переживаем довольно любопытный феномен, исторический феномен. Мы переосмысливаем, мы начинаем первый этап переосмысления нашего прошлого, 20 века. И одним из этих этапов является переосмысление советского искусства, русского искусства советского периода. И все знают про такое явление, как соцреализм, одним из создателей, крупнейшим представителем которого был Дейнека. Но на самом деле, при внимательном рассмотрении оказывается, что это сюрреализм. Соцреализм как высшая стадия развития сюрреализма. Вы вспомнили про Донбасс, я просто вспомнила. Моя любимая работа Александра Дейнеки, называется «На Донбассе». В виде девушки в светлых платьях, в светло-зеленых платьях и белых платочках грузят уголь. А что, в принципе, физически невозможно. Там просто мимо угольной кучи в белой рубашке пройдешь, и ты уже будешь весь серый цвет. Да-да-да. Дейнека создает не миф даже, это не миф, это некое воплощение мечты, я бы так это назвала, наверное. И эта выставка, это как раз попытка, одна из попыток, один из аспектов этой экспозиции, попыток понять, как он это делает и как это ложится на традицию. Это очень интересный процесс. Здесь, конечно, не будет больших его работ, в общем-то, оно и к лучшему, потому что объективно они отвлекают внимание. Она превосходна по составу памятников. Это уникальное собрание, я ничего такого не видела. Сейчас в Санкт-Петербурге готовится большой выставочный проект, посвященный Дейнеке, и устроители выставки связывались со мной несколько раз. Просили работы, предоставились какие-то? Они хотели приехать и посмотреть, и просили связать их с владельцами работы, потому что эти вещи не публиковались. Вообще мало кто представляет, что там в этом есть все. И, конечно, это вызывает огромный интерес в обществе, и это очень хорошо, потому что мы 20 лет назад, почему-то, 25 лет назад, почему-то решили, что все, что произошло за последние 100 лет в истории нашей страны, это очень плохо, а это не так. У меня вопрос такой, наверное, глобальный. Как привлечь молодых людей? Как привлечь людей, которые, может быть, далеки от искусства? А, может быть, они в большей степени увлечены миром спорта, например? Существуют ли какие-то на сегодняшний день инструменты, помимо классных футболок? Это тоже работает. Нет, надо делать хорошие проекты, интересные выставки, и самое главное, чтобы это было, понимаете, не вот так вот высока. Вот мы вам говорим о великом, а вы нас не очень понимаете. А все-таки говорить, вот немножечко стараться на равных. Я не говорю о каком-то, да, там, заземлении, абсолютно не об этом. Но действительно должны быть проекты, которые ты веришь сам, да, надо делать их интересными, надо делать что-то новое обязательно. И, конечно, должна быть вот некая какая-то... Ну, нельзя вот абстрагироваться, сделать такую лабораторную, вот чистенькая выставка, красивые стеночки. Это должны быть и футболки, и видео, и радио, понимаете? Мы должны прийти на радио, где нас услышат. И на телеканал, где вас увидят. Да, и на телеканал, где нас увидят. Ну, кстати, все, что касается спорта, да, тут должна быть, конечно, привлечь молодежь, тут должна быть какая-то фишка, ну, если по-современному выражаться. Почему? Потому что Дейнека сам был прекрасный боксер. И в Хутемасе в то время один из основных, то есть одна из основных площадок, где собирались студенты, и где общались, это был центр, это был именно спортзал. Кстати, он с Георгием Низким играл в волейбол вместе. Слушайте, ну вот видите, какие мы узнаем подробности из биографии художника. Это был культ тела, просто был культ тела, культ здоровья в то время. У нас несколько фотографий есть, которые, по словам Лидии, были сделаны на открытии как раз выставки. Давайте посмотрим, да, что за фотографии были подготовлены к эфиру. Их совсем немного, а, ну это и в том числе работа, да? Вот таким вот образом мы можем наблюдать в музее самовыставку. Это военная как раз зал с военной тематикой. Это уже более поздние, это 50-е, 60-е годы. Фотографировать можно, как мы видим по этой фотографии. Запрет на фотографирование — это глупость. Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, как привлечь публику. Во-первых, да, безусловно, стабизм вредит. Во-вторых, мы все должны понимать, что дело не в майках, а не в крошках. Дело в том, что, во-первых, а, все эти люди были живыми. Они влюблялись, общались, боксировали, играли в волейбол, иногда выпивали, значит, иногда покуривали. То есть это были живые, нормальные люди из плоти и крови. Независимо от эпохи, кстати. Во-вторых, надо понимать, что отношение к искусству, как к некой отрасли, области человеческой деятельности, которая доступна избранным, это отношение в корне неправильное. Искусство – это потребность мозга человека. Иначе бы его просто не существовало, потому что оно связано с исключительным количеством расходов и без всякого дохода. На искусство нельзя заработать. Это можно, но ему надо служить. Это парадокс в том, что ты можешь. Оно может тебя благодарить, а может нет. Как повезет. И вопрос в том, на каком уровне ты эту потребность в искусстве удовлетворяешь. И в конечном итоге, если ты начинаешь просто ходить в музеи, неважно в какие, по большому счету, постепенно у тебя растет вот этот уровень удовлетворения потребностей, и ты начинаешь в нем разбираться, даже не владея какими-то дополнительными, но ты сам начинаешь искать информацию. И надо избавиться, как мне кажется, от этого ощущения, что искусство – это для избранных. Это, конечно, полная ерунда. И, в-третьих, очень важный аспект. Как мне кажется, любая выставка – это как раз попытка найти, нащупать точки диалога. Актуализировать, понять, в какой степени то или иное искусство того или иного периода может быть актуальным. И тут выясняется очень странная вещь. Что Рафаэль, например, или Дейнека гораздо более актуальен, чем многие современные художники, несмотря на все их попытки быть актуальными. Что почему-то вот в искусстве Микеланджело или в искусстве Малевича, или в искусстве любого другого художника, который давно умер и, казалось бы, ушел глубоко в прошлое, ответов на те вопросы, которые задается в современное общество, гораздо больше, чем у художников современных. И воспринимать их гораздо приятнее. И общаться с ними гораздо приятнее, потому что ты общаешься фактически с равными себе людьми. И вот это ощущение абсолютного, это открытие, которое ты совершаешь каждый раз, когда ты начинаешь воспринимать классическое искусство, как только ты избавляешься от этой коннотации, что вот это вот для избранных, и просто начинаешь смотреть, вдруг неожиданно выясняется, что как бы, ну, отлично. Да, и не возникает вот этого противоречия с твоим личным восприятием, как правило. Да, и что ты тоже на самом деле можешь понять это искусство. И оно может быть близко. Искусство парадоксально тем, что оно, с одной стороны, самый демократичный вид из человеческой деятельности, потому что любой, у кого есть глаза, уши, органы восприятия, может его воспринимать. А парадокс в том, что для того, чтобы понимать искусство, надо много знать. Но это уже следующий этап восприятия искусства. Сначала ты всё-таки смотришь, потом пытаешься осознать. Замечательные слова, Елизавета, за них отдельное вам спасибо. Скажу, у нас сейчас пауза музыкальная, после которой мы обязательно вернёмся в студию. Лучшее в стране. Ну, музей архитектуры, о, наверное, ближайших планах музея. Елизавета, вы возглавили музей полтора года назад. Но при этом, конечно, все знают, что очень много лет проработали в этом музее и в других на разных абсолютно должностях. Двенадцать. Если быть точнее. И получается, что вы участвовали в конкурсе на лучшую концепцию развития музея, в которой, соответственно, как мы видим, значит, победили. Именно поэтому возглавили. Что уже из этой концепции удалось воплотить в жизни, если можем об этом говорить на данном этапе? Для того, чтобы воплощать концепцию, для начала надо ликвидировать основные проблемы, с которыми музей столкнулся, и столкнулся достаточно давно. Очень много информации в интернете. Кому интересно, конечно, о том, какие проблемы пришли к вам в музей. Ну, прежде всего, это некоторая ревизия всех дел, связанных с жизнеоспечением музея и решение проблем с финансированием. То есть понимание того, как финансируется деятельность музея. Это тоже крайне важный момент. Значит, основной креугольный камень концепции и, собственно, моей идеей состоит в том, что в Государственном музее архитектуры необходимо новое здание. Здание депозитария, это здание усадьбы Талызиных, историческое здание музея, должно быть освобождено от хранения и превращено в экспозиционное пространство. В музею нужно вернуть постоянную экспозицию, это следующий естественный этап. И мы сейчас, именно сейчас мы приступили к реализации концепции. То есть мы полтора года, я и люди, которые со мной работают, как сейчас принято говорить, моя команда. Команда, да. Значит, мы пытались понять, где мы оказались и что нам с этим совсем делать. Значит, могу сказать, что, во-первых, мы пересмотрели выставочную политику. Присмотрели ее достаточно радикально, но это не сразу сказывается, потому что нельзя менять, отменять выставки и договоренности, потому что это неправильно, это вред институции, репутация институции. Это катастрофа просто, когда приходит каждый раз новый начальник, а по-новому он начинает все организовывать. Это кошмар. Значит, поэтому мы закончили спокойно 2017 год. В 2018 году он уже, план сильно поменялся, 2020 год уже будет, 2019-2020 годы будут совсем другими. Значит, из ближайших наших планов это огромная ретроспективная выставка, ретроспективная выставка, посвященная творчеству Матвея Казакова, одного из важнейших московских архитекторов, который, к сожалению, последние 25 лет вообще этот период, а именно рубеж 18-19 века оказался незаслуженно в тени, а это тот период, когда город складывается как город, как то место, которое мы сейчас называем Москвой. Помимо всего прочего, в конце этого года мы открываем большой проект в Афлигеле, который носит название «Руина». Это проект, посвященный уникальному этапу развития советского модернизма, то есть советской архитектуры 50-60-х годов. Это проект «Нер» — новый элемент расселения. Молодые ребята, выпускники мархи, которые придумали новые города, и вдруг неожиданно сейчас выясняется, что то, что они придумали, актуальнее некуда. Хотя в нашей стране, да, Гутнов, Лежава, все эти люди, они создали новое понимание города во многом. В следующем году мы планируем большой проект про модерн московский, который покажет, и это будет проект, который мы назвали, как из фондов музея архитектуры, «Некоторая репетиция постоянной экспозиции». То есть вот есть у нас в фондах модерн, мы бы хотели показать, как бы мы его показывали, если бы у нас эта экспозиция была. И следующий год, осень следующего года — это проект, посвященный Владимиру Шухову, одному из самых выдающихся русских инженеров, человеку, который прошел четыре периода развития русской архитектуры, и в каждом из них оставил свой огромный след. И патенты, которые Шухов защищал, и которые он завещал человечеству, по сути, потому что он никогда не запатентовал и отдал, его патенты до сих пор работают и до сих пор ими пользуются. Такие архитектурные институции, как Бироза Захихадид, или Райм Колхас, или еще масса других людей, которые вот эти проекты Шухова, они вон у вас в некоторой степени шуховская конструкция стены в студии. Да что вы, мы когда даже не думали об этом, оказывается. А, значит, Шухов абсолютно гений в этом отношении. Ну и дальше там есть какие-то планы. Параллельно с этим мы начинаем проект депозитарий. То есть мы запускаемся со строительством депозитарий, со зданием пописательского совета. Мы, наконец, нашли способы это реализовывать, и мы начинаем эту историю. Если все сложится хорошо, то лет через 5-6 мы его откроем. Все эти выставки, о которых вы сейчас нам рассказали, мне просто очень интересно, Елизавета, это все ваши идеи? Или все-таки есть в команде, как мы сказали? Те самые советчики, кураторы? Музей, институция вечная. Мы все приходим и уходим, а музей остается. Есть идеи, которые лежат на поверхности, есть предложения, которые возникают по ходу. Я перечислила только крупные проекты. Конечно. НЕР, конечно, не моя идея. Это идея Саши Гутновой, которая давно пытается сделать нечто подобное, рассказать миру про НЕР, и рассказать миру про то, чем занимался ее отец и его друзья. Модерн – моя идея, скажу честно. А Шухов – это идея Владимира Шухова, внука Владимира Шухова, и фонда «Шуховская башня», который мы готовы реализовать, потому что нам тоже это интересно, это тоже аспект, который нас интересует. Это каждый раз некий выбор, который мы и в том числе делаем. Ну и пытаешься каждый раз угадать актуальность той или иной темы. Вот, например, с выставкой Дейнеки получилось странно, потому что мне отговаривали ее делать. Мне говорят, ну, Жиза, зачем тебе делать? Люди! Слушай, ну, это выставка, которая вообще никакого отношения к кристинктуру не имеет. Ну, вот, у меня не было вариантов. Я даже не думала делать, не делать. Конечно, делать, это Дейнека. Что тут вообще рассуждать? Это как читать Пушкина или не читать? Конечно, читать, это Пушкин. Это очень странная, странная, в принципе, подход. Ну, это не совсем по теме музея, говорили мне. Ну, не плевать с темами. Да, конечно, надо расширять рамки. Я помню, когда мы первый раз по поводу этой истории встретились, первое, что сказала Елизавета Станиславовна, это будет бомба. Да. Это уже чутье и опыт, конечно, безусловно, и знания, которыми обладает Елизавета. И любовь к художнику. Да. Это видно, кстати, это видно, да. Да, Дейнека один из моих любимых художников. Абсолютно точно. У нас сейчас, друзья, опять небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Ну что, друзья, надеюсь, вы все усвоили, что до 13 ноября мы обязательно с вами находим удобный для каждого день отправляемся в Государственный музей архитектуры имени Ищусева и посещаем там замечательную выставку работ потрясающего художника Александра Дейнеки, выдающегося русского художника «Контуры глобальной эпохи». Мы продолжаем разговор с нашими гостями. Сейчас я хочу задать вопрос Михаилу Прозорову, как раз директору галереи «Диалог», куратору-организатору выставки. И дело в том, что именно в фонда галереи находится большая часть графики Александра Дейнека. А вопрос мой очень простой, Михаил. Основная деятельность на сегодняшний день галереи «Диалог», ну хотя бы в общих словах, чтобы люди понимали. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что мы пытаемся как-то организовать свою деятельность в русле организации неких выставок. То есть вот «Тейнека» — это первая выставка, которую мы так глобально сделали. Следующим мы там будем, надеемся, что нам там в следующем году произойдет. Это будет юбилей фотографии. У нас есть некий фонд фотографии. Это Москва, это Россия, начало 20-го века. Это абсолютно разные фотографы, да? Нет, это один фотограф, фантастические стекла раскрашенные. То есть, ну, ту Россию, которую вы не видели. И те персонажи, которые на этих стеклах, просто можно сойти с ума. В стенах Государственного музея архитектуры? Пока не решено, но будем надеяться. Посмотрим. Все может быть, да, времена идут. Но я так понимаю, что посетить галерею «Диалог» люди не могут, да? Нет, нет никакой проблемы, она открыта, пожалуйста. Всегда открыто приходите. Что-то можно посмотреть. Понятно, что работа Дейнеки пока только можем наблюдать в музее архитектуры. Пространство галереи не позволяет это все выставить в том виде, как это сейчас есть в музее. Это понятно. И это не даст то представление, это не будет то, что вы сейчас можете там до 13 ноября посмотреть. А вот такой интересный вопрос, может быть, он уже, конечно, Елизавете по праву должен быть адресован, по поводу стоимости билетов. Отличается ли эта стоимость раз от раза, или это такая некая средняя? Нет, это фиксированная стоимость музея. Значит, ну, только кроме тех случаев, если вы берете экскурсию. Мы проводим по нашим выставкам, про Дейнеку особенно, это актуально. Мы проводим экскурсии, эти экскурсии сборные. Они проходят два раза в неделю, плюс, если вам неудобно, в заявленное время вы можете купить путевку, да, и пройти по ней с экскурсией. Это стоит того. Это как раз снимет те вопросы, которые у вас могут возникнуть в процессе осмотра выставки. Если вы чего-то не знаете, то вам расскажут. Значит, на самом деле для нас нам бы очень хотелось, чтобы мы увидели как можно больше людей. Потому что, еще раз повторюсь, не потому что там в галерее диалог, это политика ее, а потому что это графика. Это вот сейчас показали, а потом это там лет на 5-7 точно минимум ляжет в папку. Потому что это бумага, ей надо отдыхать, она не может висеть долго. А сейчас она висит долго, она висит почти 3,5 месяца. Это долго для бумаги, ее надо долго после этого восстанавливать. Поэтому возможности уникальны. И потом это можно будет увидеть только в каталоге или только в каких-то воспроизведениях, но не в подлиннике. А фотографическая техника, какая бы она ни была прекрасная, это все равно копия. А у вас есть уникальная возможность пообщаться с подлинником. Это возможность увидеть, как художник думает. А это особенно интересно, если учитывать, что художник, о котором мы с вами говорим, абсолютный гений. И это вот фантастическое. Это как картон Рафаэля увидеть. Нечастое удовольствие. Я искренне благодарю вас, дорогие мои друзья, за нашу сегодняшнюю встречу. Потому что я убеждена, что и фамилия Дейнека для многих может быть услышана впервые. А может быть даже и если была как-то так отдаленно, где-то когда-то услышана, то сейчас, возможно, вызвала тот самый правильный интерес и побуждение обязательно посетить выставку «Контур глобальной эпохи», Александр Дейнека, друзья, Государственного музея архитектуры имени Щусева. Давайте договоримся встретиться вам. Ну и вообще есть официальный сайт музея, где можно узнать абсолютно подробную информацию по другим проектам, выставкам, а также лекциям и так далее и тому подобное. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам большое. Я желаю успехов. И до новых встреч. Надеюсь, и здесь в студии. Это уже телерадиоганал «Страна ФМ». Программа «Лучшая в стране». Спасибо. Спасибо. Лучшее в стране.